Раз в неделю, а то и чаще, глава района Алексей Валов инспектирует стройплощадку в Медвежьих озерах. Строительство школы остается на его личном контроле для того, чтобы при возникновении малейших сбоев плана работ быстро отреагировать и постараться решить проблему. В совещаниях принимает участие глава сельского поселения Владимир Канахин. Сегодня на школе заканчивается монтаж внутренних инженерных систем. Практически готов к запуску индивидуальный тепловой пункт, а также распределительный узел электроэнергии. Порядка 40 рабочих ежедневно заняты на объекте. Конец года. Все понимают, что необходимо по максимуму завершить все предпусковые работы. В принципе, где-то отставание от тех обещаний, которые они нам дали, нет. Надежды есть на то, что в марте месяц ведем эксплуатацию. Глава района подчеркивает, что в действующей школе в Медвежках классы переполнены, и новый корпус, способный принять до 400 учеников, очень востребован. К тому же завершаются подготовительные процедуры к началу строительства школы на 550 мест в поселке Новый Городок. По поручению губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье должны быть приведены в порядок все так называемые вылетные магистрали. Это шоссе или проспекты, которые ведут от Московской кольцевой автодороги за пределы Московской области. Всего их в регионе 23, в том числе Щелковское шоссе. Зона ответственности Щелковского района от Балашихи до Анискина. 12 километров вылетной магистрали проходит по территории района. Алексей Валов провел на вверенном участке выездное мобильное совещание. Если сама дорога в неплохом состоянии, то обочины прилегающей территории оставляют желать лучшего. А они должны соответствовать высоким стандартам благоустройства столичного региона. Эстетически выглядеть достойно должны заборы, опоры линий электропередач, рекламные щиты, зеленые насаждения. Весь валешник, все кусты, все деревья, которые, будем говорить по большому счету, имеют неряшную форму, все с возрастом, все надо выпилить. Оставят только ровненькие, хорошенькие деревья. Необходимо расчистить водоотводные канавы вдоль трассы. Отдельное внимание объектам торговли и придорожного сервиса. Незаконные должны быть снесены, а легитимные отвечать требованиям внешнего архитектурного оформления. На ряде участков Щелковского шоссе будут установлены шумозащитные экраны. Также въездная стела в Долгом Ледове поменяет свой облик. Работа по наведению порядка предстоит большая, и она требует межведомственного взаимодействия, отметил Алексей Валов. Очень такая масштабная работа, но тем не менее она даст результат. Она даст результат эстетики восприятия, хотя бы этой валетной магистрали, эстетики восприятия всей нашей районной среды обитания. Что здесь достаточно высокий технологический уровень обслуживания дорог, достаточно высокая технология обеспечения нормативного содержания их. Вот ради этого и работаем. По результатам выездного совещания все службы должны подготовить свои предложения. Собственникам объектов выставят требования о приведении их в порядок. Наш коллегиальный труд, коллегиальный выезд сегодня позволит принять решение, на основании которого мы сформируем предложение Московской области и приступим по штаммной работе. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Игорь Пуляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. 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 Спасибо.